Доброе утро! Награда за важный труд. В администрации округа поздравили сотрудников участковых избирательных комиссий. Студенты-медики. Астраханские практиканты учатся работать у звенигородских врачей. И праздник в парке. День семьи, любви и верности отметили в Голицыне. С 12 июля 1783 года ведется летоисчисление трупа Мариинского театра. В этот день издали указ об утверждении Театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. А в октябре открыли Большой театр в Санкт-Петербурге. Потом он получил название Мариинский в честь императрицы Марии Александровны, супруги царя Александра II. Открыли его на месте, где сейчас находится Санкт-Петербургская консерватория. Но также в 1859 году построили новое помещение на площадке напротив конного цирка. Позднее главному фасаду пристроили новый корпус с вестибюлем, парадными лестницами и фойе. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. 12 июля 22 года назад открыли 112-ю сессию Международного Олимпийского комитета. Мероприятие прошло в столичном Большом театре. Эксперты решали глобальные вопросы по развитию олимпийского движения в мире, а одной из важных тем стал выбор нового президента МОК. Из пяти кандидатов назначили Жака Роге. Также в это время в Москве определили столицу 29-х Олимпийских игр 2008 года. Из пяти претендентов члены комиссии выбрали Пекин. В этот день в 1988 году в СССР запустили автоматическую межпланетную станцию ФОБОС-2. Она исследовала планету Марс и его спутник. ФОБОС разработали в центре имени Бабакина. В создании участвовали научные коллективы из Австралии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии и других европейских стран. За 200 суток станция исследовала межпланетное пространство, Солнце и солнечную активность. ФОБОС – последняя советская программа изучения Марса и его спутников. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации. Эта профессия имеет почти вековую историю. Она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, который обеспечивал сервис во время полета. Когда-то эту работу выполнял второй пилот, что было огромным риском с точки зрения безопасности. Сначала бортпроводниками были мужчины, в частности, бывшие официанты дорогих ресторанов. Идея привлечь к работе привлекательных девушек возникла в 1930 году. Немаловажным для самолетов того времени было то, что представительницы прекрасного пола меньше весили. Также сегодня отмечается день флага Министерства внутренних дел России и еще один необычный праздник – День разноцветных глаз. Он посвящен такому физическому явлению, как гитерохромия, и людям, у которых это явление проявляется. 12 июля 1946 года родилась Валентина Толкунова. Со школы она пела в хоре. Сольный дебют состоялся в 1972 году на творческом вечере поэта Льва Ашанина. Певица 23 раза становилась лауреатом телевизионного конкурса «Песня года». Только в музыкальных фильмах и театральных спектаклях Валентиной Толкуновой исполнено более 300 песен. Также 12 июля родились итальянский художник и скульптор Амадео Модильяни, советский киноактер Петр Олейников, заслуженный врач РСФСР, ведущая научно-популярной программы «Здоровье» Юлия Белянчикова и российский актер театра и кино «Народный артист России» Александр Домогаров. И к новостям нашего округа. В селе Немчиновка продолжается строительство школы на 550 учеников. Для ребят обустроят просторные учебные классы, мастерские, столовую, актовые и спортивные залы. Работы планируют завершить до конца года. Подробности в репортаже Елена Краевой. В селе Немчиновка на месте заброшенного института лесного хозяйства продолжается строительство новой школы на 550 учеников. В просторном четырехэтажном здании будут обучать детей с 1 по 11 класс. На объекте задействовано почти 100 человек и 4 единицы техники. Его готовность составляет 20%. Монолитная работа планируется до середины августа завершить. До середины сентября уже закрытие тепловой помпы. На сегодняшний день работы ведут с отставанием от графика. Но в ближайшее время подрядчик планирует нагнать темпы. Внутренние и внешние работы на объекте будут вести параллельно. Устройство фасада, устройство оконных, блоков и закрытие окон. Это за параллелью, мы увеличиваем количество людей, соответственно, загоняем хорошо. С выступщиками нет вопросов никаких. И по фасадам, и по... Нет, нет, у нас подрядчики все уже определены. Современная школа – это не просто пространство для обучения. Это место для общения и внеурочной деятельности. В ней будут учебные классы, мастерские, актовые и спортивные залы и столовая. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В этом году избирательная система России отмечает 30-летие своей деятельности. В администрации округа поздравили сотрудников участковых избирательных комиссий, которые вкладывают огромные усилия и время в проведение выборов, обеспечивая справедливость и прозрачность процесса. На торжественной церемонии в администрации работникам вручили благодарственные письма за их сложный и важный труд. Татьяна Семенова уже более 10 лет принимает участие в избирательных кампаниях на территории Одинцовского округа. Начинала с должности наблюдателя, помогала ответственным лицам следить за порядком на участках и сама не заметила, как стала заместителем председателя участковой избирательной комиссии. Работа очень ответственная на доверие, на понимание, потому что знать людей своего участка – это очень положительно. Когда ты видишь, что к тебе приходят на протяжении многих лет одни и те же люди. Сложная и ответственная работа требует повышенного внимания. Нередко на участке возникают конфликтные ситуации, для разрешения которых важно обладать эмпатией и стрессоустойчивостью. Когда идет предвыборная кампания, люди понимают, что выборы скоро. Кто-то относится положительно, кто-то негативно, кто-то приходит просто, чтобы пообщаться. И заодно ставит свой голос и свое желание принять участие в выборах. В честь 30-летия избирательной системы России председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова вручила благодарственные письма руководителям участковых избирательных компаний. От имени Совета депутатов, от имени главы округа Андрея Робертовича Иванова поблагодарить вас за ваш серьезный, непосильный труд. Действительно, он каждый раз приносит свои сюрпризы, но вы делаете ответственную политическую работу в нашем государстве. Слова благодарности и добрые напутствия руководители передадут своим сотрудникам, ведь хороший результат – это слаженная работа всего коллектива. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. К новостям региона. Гастрономический фестиваль «Варваренье» посетили около полутора тысяч человек. 46 из них приняли участие в конкурсе дефиле на самые красивые шляпы. 50 – в традиционном параде бабушек. А еще на мероприятии была выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» на 50 площадках. Фестиваль проходит в Московской области с 2016 года. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Для предупреждения ДТП и в местах большого количества аварий на региональных трассах установили более 30 километров новых металлических ограждений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они снижают риск съезда в Кювет и уменьшают вероятность и тяжесть последствий аварий, а также разделяют проезжую и пешеходные части дороги. В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар удостоились медалей и грамот за любовь и верность. По традиции награждают супругов, которые уже более 25 лет в браке, прославились крепостью семейных уз и воспитали детей достойными членами общества. Медаль очень символична. На одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой – символ праздника – ромашка. Более 8 тысяч человек посетили концерты 6-го фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей». В этом году его посвятили 150-летию Сергея Рахманинова. Знаменитые сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые были ему близки или повлияли на его творчество. Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, Оренского. Традиционно по фестивальному билету зрители могли посетить выставки музея «Новый Иерусалим». Астраханские студенты-медики учатся работать у врачей из Венигородского подразделения Одинцовской больницы. Практиканты отмечают высокий уровень оказания медпомощи и качественное оснащение палат и кабинетов учреждения. Кто-то из ребят даже планирует вернуться в Московскую область после окончания учебы. С будущими врачами встретилась и наша съемочная группа. Здравствуйте, на что жалуетесь? Эти, на первый взгляд, дежурные фразы – самые важные. Обычный диалог позволит выяснить, что же беспокоит пациента. И здесь не только таблетки и микстуры прописать, важны и психологически поддержать. Студентов медицинских университетов такому не учат. Только на практике и узнаешь, насколько необходимо уметь сострадать. В своей практике я вижу каждый день много различных случаев. Поскольку это приемное отделение из разных областей медицины, это хорошо для меня, потому что я обогащаюсь опытом. Как говорил Александр Суворов, теория без практики мертва, практика без теории слепа. Русский полководец знал, о чем говорил. Теоретические знания подкрепить практикой в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы приехали пять студентов из Астрахани. День у будущих врачей расписан буквально по минутам. Они и капельницу ставят, и на выезды к пациентам отправляются. У каждого есть наставник, который подскажет, как правильно. Здесь очень дружелюбные врачи, весь медперсонал всегда помогает. Если вдруг что-то непонятно, всегда можно позвать кого-нибудь, спросить. Они всегда подойдут, помогут. Поэтому вот так. В детском отделении красочно. Маленькие пациенты ждут своей очереди. Впрочем, она здесь небольшая. Медики работают быстро, все по записи. Карина Талекова – студентка педиатрического факультета. К детям особый подход и большая ответственность. Ведь малыш никогда не скажет, что у него болит. С ними очень интересно работать. И, мне кажется, очень ответственно. Поэтому хочется заниматься чем-то серьезным. Здесь я помощник врача-педиатра именно в поликлинике. Мы ходим на патронажи, то есть смотрим за новорожденными. Мы выезжаем на вызовы. Это такие очень интересные случаи с острыми респираторными заболеваниями, энтеровирусные. Также ведем прием в поликлинике. В Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы работают 480 человек. Это многопрофильное лечебное учреждение. Здесь оказывают любую медицинскую помощь. От первичной медико-санитарной до современной высокотехнологичной. База клиническая для наших практикантов выбиралась тоже не случайно. Для того, чтобы они могли максимально увидеть и применить свои теоретические знания на практике. Максимально включиться в лечебный процесс, включиться в диагностический процесс. Чтобы они позволяли, что на сегодняшний день обследование пациента, лечение пациента происходит многоэтапно. Их умозаключения должны подтверждаться достаточно высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Многие после учебы возвращаются работать в Звенигород. На выбор молодых медиков влияют и программы социальной поддержки, которые действуют в Московской области. Как показывает практика, особенно востребованы в больницах неврологи, анестезиологи, травматологи и хирурги. Для лечебных учреждений стажировка студентов – отличный способ решить проблему дефицита кадров. И привлечь их есть чем. Алтына Урумбаева, Артем Ломоносов, телеканал Одинцова. К новостям в столице. В московском метро отремонтировали 36 эскалаторов. Их приводят в порядок до того, как они выходят из строя. Когда пробег достигает 90 тысяч километров, специалисты выполняют так называемый средний ремонт. А вот капитально с начала года отремонтировали 14 эскалаторов. Что еще произошло в Москве в эти дни, смотрим в нашей следующей рубрике. Детей и подростков Москвы приглашают принять участие в конкурсе «Про мой район» в четырех номинациях. Проект признан вдохновить юных горожан на исследования, изучение истории и достопримечательностей столицы. Также конкурс позволяет отразить уникальные черты и особенности различных районов Москвы. Детей и подростков это подталкивает к изучению окружающего мира и родного города. Для участия нужно оставить заявку на сайте «Мой район». Там есть вкладка «Отправить работу». В Москве появится еще около тысячи новых рабочих мест. И все это благодаря соглашению о партнерстве между службой занятости и ведущими компаниями сферы строительства, телекоммуникаций, банковского сектора и торговли. Документ с новыми компаниями подписали после Всероссийской ярмарки трудоустройства. Специалисты службы занятости уже начали подбор кандидатов. Это новые вакансии для представителей рабочих и инженерно-технических профессий, офисных сотрудников, специалистов в сфере финансов и торговли. Всего на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Москве открыли 18 тысяч вакансий с заработной платой до 200 тысяч рублей. Столица возглавила рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Рейтинг сформировали на основе пяти показателей. Это экономическое развитие региона, нормативно-правовая база и меры поддержки промышленности со стороны региональных властей, взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, деловая активность, а также цифровая трансформация. Столица оказалась первой благодаря высоким темпам роста инвестиций, крупному промышленному потенциалу, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности и заключению долгосрочных контрактов. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите. Праздник в парке. День семьи, любви и верности отметили в Голицыне. Масштабный турнир. 400 тысяч человек по всей стране участвовали в турнире, чтобы попасть на финал военно-спортивной игры в парке «Патриот». Креативно отметили День семьи, любви и верности в Одинцовском округе. Организаторы подготовили несколько десятков творческих и спортивных площадок. Праздничные концерты прошли почти в каждом парке. Как организовали праздник в Голицыне, узнаем в сюжете Алтынаю Румбаевой. И вот такие вот у нас лепесточки получаются. Мы потом их объединяем, склеиваем. Лепестки у детей получаются быстро. Теперь задача – сформировать целиком цветок, добавив стебель. Такие поделки отлично развивают мелкую моторику и воображение. Ромашки сегодня – главный символ праздника. Ребята, эти ромашки замечательно забрали вместе с собой домой. И подарили своим родным, бабушкам, дедушкам и родителям. Это лишь одна из творческих площадок Дня семьи, любви и верности, которую отметили в парке героев 1812 года. Детям раздали шарики, гостей мероприятия развлекала ростовая кукла-тигр. А на сцене в это время выступили местные творческие коллективы. Большую площадку организаторы подготовили и для любителей спорта. Здесь развернулся фитнес-джампинг. Такая активная кардио-тренировка оказалась по душе и взрослым, и детям. А эстафета «Мама, папа, я» – спортивная семья – еще больше объединила родных людей. Алтына Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». К новостям нашей страны. Правительство России выделило более 2,5 миллиардов рублей на поддержку работников туристической сферы в Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. Средства направят на единовременные выплаты работникам туристических компаний. Чтобы получить господдержку, организации и индивидуальные предприниматели должны сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября этого года. Какие еще изменения ждут жителей нашей страны, узнаем из нашей рубрики «Новости России». В Екатеринбурге стартовал летний университет. Это мероприятие объединило ребят из 25 государств дальнего и ближнего зарубежья. В этом году выросла география участников – от ребят из Беларуси, Армении, Азербайджана до студентов из Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии и Эквадора. Для сравнения, в прошлом году приняли участие только 9 стран. В рамках летнего университета более тысячи студентов пройдут обучение в Екатеринбурге, Казани и Красноярске. Они познакомятся не только с российским образованием и наукой, но и узнают больше об истории и культуре нашей страны. Спикерами и наставниками для участников выступят ведущие ученые, известные общественные деятели, а также эксперты различных отраслей реального сектора экономики. За две недели студенты получат новые практические навыки. Программа летнего университета продлится до 23 июля. В России за полгода вырос объем ввода многоквартирного жилья на 6%. Так, за пять месяцев текущего года жилищные условия улучшили полтора миллиона семей. Речь идет о тех, кто покупал и арендовал жилье, строил дом или получал жилое помещение по договору социального найма. Также это те, кого переселили из аварийного фонда и кому провели капитальный ремонт дома. Интернет-мошенники стали еще наглее. Теперь они приглашают россиян на личный прием в Центральный банк. Злоумышленники используют подменный адрес электронной почты, отправляют сообщение, которое начинается с обращения по имени и отчеству. В письме также указывают время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания жертвы. После этого аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код. Банк по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его представители не звонят людям, не направляют никому копии документов. По любым вопросам нужно самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте организации. 400 тысяч курсантов, юнормейцев, кадет и членов военно-патриотических клубов по всей стране приняли участие в турнире, чтобы попасть на военно-спортивную игру «Победа» в парке «Патриот». Московскую область представила сборная команда юнормейцев и принесла региону почетное четвертое место. Как проходили соревнования в сюжете Полины Баховой. Победа одна на всех – девиз всероссийской военно-спортивной игры «Победа». А общая она потому, что все участники – настоящие патриоты, объединенные одной целью – сделать свою страну сильной и непобедимой. В парк «Патриот» приехали лучшие ее представители – около тысячи участников из разных регионов России. Это суперактивные ребята, суперактивные, которых вообще не остановить. Это те люди, которые точно найдут себя в жизни и, надеюсь, будут не просто, ну, так скажем, комфортно существовать, но при этом смогут быть полезны для нашей Родины. Команду Московской области представили 8 юношей и 2 девушки из разных городских округов. В итоге ребята завоевали почетное четвертое место. Такой результат получили благодаря новому подходу к подбору участников и серьезной подготовке в течение всего года. Рецепт только один. Еще три года назад мы поняли, что, чтобы создать действительно конкурентоспособную команду, мы, наверное, должны брать не только юноармейцев какого-то отдельного городского округа, а давать шанс проявить всем себя юноармейцам Московской области. Была создана сборная, но она получила, понятное дело, название «Патриоты Подмосковья», «Патриоты Московской области». В сборную вошли ребята из Домодедова, Подольска, Воскресенска и Можайска. За 10 дней до игр они прошли усиленную подготовку на сборах в Подольске. Причем тренировали не только спортивные навыки, но и интеллектуальные. Каждый день соревнований готовил свои сюрпризы, говорят участники. Особенно запомнился так называемый марш-бросок. Это, безусловно, марш-бросок, этап марш-бросок, потому что это самый насыщенный, самый долгий этап, в котором собраны несколько этапов. Это как стрельба пневматического оружия, метание кошки, разминирование мин, прохождение полосы препятствий. Очень важна физическая подготовка. Впереди еще один год, чтобы подтянуть слабые стороны и затем принять участие в новой игре, улучшив свои результаты. Слаженность, ежедневные шаги к большой цели и постоянное совершенствование – залог успеха, уверены организаторы. Причем не только в игре, но и в жизни. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». А теперь к мировым новостям. В американской Атланте мужчина решил ограбить маникюрный салон и остался ни с чем. Он ушел с пустыми руками из-за того, что невозмутимые посетительницы просто проигнорировали требования грабителя. И сотрудники вовсе продолжили заниматься своими делами. Незадачливый грабитель еще какое-то время неуклюже стоял в центре салона, а когда осознал, что дело окончательно провалилось, ушел ни с чем. Ну, теперь ему грозит наказание. Видео с камер наблюдения передали в полицию. О других событиях в мире расскажем в следующей рубрике. Самый большой круизный лайнер в мире «Икона морей» отправится в первое путешествие по Карибскому морю в январе 2024 года. Он вместит 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа. Лайнер строился в Финляндии с 2021 года. Сейчас проходит испытания в открытом море. Корабль имеет внушительные размеры, он в пять раз больше «Титаника». Лайнер будет работать на экологически чистом сжиженном природном газе. На корабле 20 палуб, на которых размещены магазины, рестораны, концертные залы, аквапарк, ночные клубы, центральный парк с настоящими аллеями и аттракционами, а также театр и даже каток. Два шведских художника Симон Голдин и Якоб Синебби придумали необычный эксперимент, который назвали «Вечное трудоустройство». В рамках акции в 2025 году будет открыта вакансия для бездельника. Кандидату предложат пожизненное трудоустройство, хорошую зарплату с ежегодным повышением, изначально 2320 долларов в месяц, выходные, отпуск и пенсию. Единственная его задача – каждый будний день приходить на железнодорожную станцию «Корсвеган» в Гетеборге, а через некоторое время уходить. Заниматься в это время можно чем угодно. «Вечное трудоустройство» будет действовать в течение 120 лет. Если сотрудник захочет уволиться, ему сразу же найдут замену. Японцы вырастили новый фрукт – лимонную дыню. В среднем она весит от полутора до двух килограммов. Новый сорт характеризуется сильной сладостью с легкой кислинкой, что делает ее похожей на лимон. Сочный фрукт с белой мякотью подарит восхитительный вкус и незабываемый гастрономический опыт. Те, кто попробовал, говорят, что он идеально освежает и подходит для лета. Лимонную дыню удалось создать на Хоккайдо. В этом месте расположен один из самых известных районов выращивания дынь под названием Фурану. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Ночью около плюс 12. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное – 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 69%. Геомагнитное поле – спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». Ну а с новостями молодежной редакции вы, как всегда, можете познакомиться в нашем телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам, как всегда, отличного рабочего дня и, конечно же, замечательного вечера. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания.